Бронекатер с пушками и пулеметами, линейный корабль «Ярославец», авиация, немецкая амфибия, большое количество артиллерии, имитация взрывов и стрельбы. В четвертую очередь Самарской набережной превратится в импровизированное поле боя. 26 июля, в день военно-морского флота, здесь развернется масштабная историческая реконструкция битвы за Пинск. 1944 год, когда практически впервые использовался флот Дунайской флотики, который поднялся снизу по Днепру в город, и нападение произошло именно со стороны партизан и моряков. Это будет чистая имитация Пинской операции в Белоруссии, поскольку она была уникальна тем, что немцы полностью прикрыли дорогу сухопутные пути и сумели пробиться наши войска только с помощью флота. Облачившись в форму времен Великой Отечественной, участниками реконструкции станут порядка 150 человек из военно-исторических и патриотических клубов Самары, Тольятти, Уфы, Ульяновска, Пензы, Саратова. Праздник в историческом контексте пройдет по инициативе партии «Единая Россия». В прошлом году на набережной уже вспоминали бой за Севастополь. Здесь собралось около 10 тысяч зрителей. На этот раз обещают и еще более масштабные действия. Повышенное внимание безопасности, причем волнуются не только за людей, учтут все нюансы, вплоть до того, чтобы взрывы пиротехники не распугали рыбу в Волге. На саму площадку реконструкции зрители не пустят. Наблюдать за сражением самарцы будут с набережной, где заодно и подкрепятся кашей и чаем из полевой кухни. Нам очень сильно хочется, чтобы в Самаре этот праздник стал поистине семейным торжеством, чтобы на этот праздник приходили семьи с маленькими детьми. Дети, глядя на ветеранов, учились у них патриотизму и учились у них любить Родину. Историческая часть праздника начнется в воскресенье в 11 часов. После этого зрителей ждет концерт и выставка боевой техники. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова